Нас посчитали. Чем мерятся блогеры? Не обязательно количеством подписчиков или временем просмотра. Оценка. Оценка контента в интернете. То есть берем там любого блогера. Можно вычислить добавочную стоимость бренда Саватеев, да? То есть это вот как бы на сколько человек, то есть интеграл по времени, который он потратил, от интеллектуальных усилий, которые он совершил. Эти цифры сами по себе чрезвычайно интересны. То есть я вот как бы сказал бы так, что независимо от того, захотим ли мы их переводить в реальные доллары, да? Эти цифры чрезвычайно интересны. Дорогие друзья, всем привет! Маткульт, привет! Нас посчитали. Был такой мультик про козленка, который умел считать до десяти. И за ним все гнались, его били там, а потом, когда на корабль все пришли, выяснилось, что нужно знать, сколько на корабле народа, потому что он может отплыть только с десятью пассажирами. И все сказали, эй, ты где, ты умеешь считать, да? И, типа, всем стало стыдно. Кто из вас будет считать? Я умею! Ну вот, мне в сентябре ко мне постучались два человека, вот Иван и Дмитрий. Вот, и сказали, что они меня посчитали и знают, какая стоимость у всех постов или там у всех как бы видеороликов, которые я делал. Ну, в общем, грубо говоря, какая-то такая крутая цифровизация всего, что есть на канале и вокруг. Вот, и мне просто стало вот чисто интересно. Оценка, да, оценка контента в интернете. То есть берем там любого блогера и начинаем его оценивать, сколько он там, ну, стоит в единицах внимания, там чего-то. Ну, чего именно я до конца не понял, поэтому я решил, чтобы Иван сам рассказал. Чем мерятся блогеры, да? Не обязательно количеством подписчиков или временем просмотра. Могут мериться какими-то другими показателями, более фундаментальными. Прям такой стартап, который уже прям продается, да. Начнет продаваться вот-вот-вот, потому что хотелось бы, собственно, нам получить благословение. Понял, ну, я сделаю так, я вот нашим подписчикам это пере... Переадресую. Да, переадресую. Дорогие подписчики, конструктивная критика, вопросы, прояснения и так далее категорически приветствуется. Ну, как всегда, без хамства. Слово Ивану. Что такое КостПост? КостПост — это онлайн-лаборатория с новым подходом к анализу данных из социальных сетей. Так, а теперь вопрос. Вот тут какие-то денежки написаны. Вот что они означают? Это... Здесь это вот, вот это вот внимание на что-то умноженное или что? Главный показатель, который, собственно, мы и вывели, мы назвали его КостПост, это... КостПост. Можно аналог медиа-вэлю. То есть, медийные стоимости, медийные ценности, которые собирает видео. Ну, то есть, грубо говоря, это суммарная... То есть, вот из него что-то это роли. Можно я вот, как совсем не сведущий в этом, назову это так. Это суммарная стоимость всех товаров и услуг, от которых готовы были бы отказаться другие люди в сумме, чтобы вместо этого посмотреть мой ролик. Наверное, я бы сказал по-другому. Если бы, скажем, человек хотел получить такой медиа-вес со своей темой и вот не было бы у вас аудитории, вы бы пошли с нуля, вот для того, чтобы достичь этого результата, вам нужно было в Google Ads вложить такие деньги. То есть, допустим, результаты с пушным, как показывает практика, там, или с лебедем вашего ролика, это затраты для вас, там, 18 тысяч долларов. Неподъемные, абсолютно, да. Ну, то есть, чтобы получить такой медиа-вес. За предъемный или доллар, да. А вот, вот эта ценность. Это и есть ценность, которую собираете вы своими знаниями и своими гостями. Да, но ведь это, наверное, можно доказать какую-то теорему, что это то же самое, что я сказал. То есть, это сколько люди готовы... Для этого я, в частности, здесь, потому что я хочу услышать новые трактовки на свежем взгляд. Для меня, ну, что это такое, да? Ну, то есть, это ценность рекламная. Но рекламная ценность, по идее, в равновесии должна быть равна тому, что люди готовы положить... Ну, вот, я готов отказаться от чашки чая, я хочу посмотреть ролик, там, например, Коли Андреева, да? И ты готов. Умножаем, смотрим на каждую часть. Ты готов отказаться от жвачки ради этого, да? Кто-то готов отказаться от шоколадки. Вот сложим все это вместе. Это и есть стоимость вот этого поста Коли Андреева, правильно я понимаю? Вот, в общем-то так, если грубо говорить. Похоже на правду? Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Пока сложно сказать, да? Мне интересно эту гипотезу развить. Вот, я точно ее приму внимание, но, может быть, по-другому еще можно посчитать. Ну, это вот я в РЭШ учился, я чуть-чуть экономист был. Теоретически я посмотрел... У меня сразу в эту сторону мысль, что вот это, наверное, то, от чего можно отказаться, чтобы... Ну, как бы, стоимость вот в терминах твоего... Я выбрал, скажем так, потратить время, чтобы получить вот какие-то знания, либо развлечения на вашем канале, которые я мог потратить на то, чтобы... Правильно, да. Вот эти лайков, просмотров, текст с описанием видео, количество подписчиков. Из сервисов мы получаем стоимость за 1000 просмотров, которые преобразуем в стоимость за просмотр. Так, вернемся. ЦПС, да? То есть, как вот вычислить его для меня, для Дудя и для Литл Бига? Давайте по порядку. Вот, грубо говоря. Да, чтобы я понял. Это три, как бы, ну, вот реперных точки разных совершенно. Что происходит? Как это происходит? Мы берем контент Маткульт Привет. Вот за год 145 роликов. Система анализирует, вычленяет оттуда ключевые слова. Нам. Наиболее чаще встречающие слова. Математика Саватеев. Математика Саватеев, теорема 5, 7, мы эти слова, у Google есть сервис, Google Ads, который, собственно, предлагает коммерческие просмотры. То есть, это то, что у вас, ну, идет в Ютубе, если не покупать подписку премиум, где сначала начинается реклама, через 5 секунд или 6 вы можете ее отключить и начать смотреть уже непосредственно тот ролик. Вот эту рекламу Google продает. И продает он ее именно по ключевым словам. То есть, вот по тем ключевым словам, которые есть у каждого в контенте, в любом контенте. Соответственно, что происходит? Мы берем эти слова, забиваем в Google и, собственно, просим посчитать рекламную кампанию. Google нам дает цену за 1000 просмотров по этим ключевым словам. Мы знаем, что эту рекламу можно отключить через 5 секунд после начала. Соответственно, мы понимаем, что... Что все так и было делать. Ну, что ценность этого... Есть цена, и мы легко можем определить стоимость секунды просмотра, которая существует на рынке. Все, это называется аутсорсинг, да? То есть, ты выдал Google, вот это вот как бы в черный ящик Google засунул. Вот сколько это стоит? На самом деле скажет Google, когда ты заявишь ему, что ты хочешь прорекламировать. Ну, я уже собрал, скажем так, эту информацию, потому что мы обработали там 4,5 тысячи аккаунтов, более трех миллионов постов, и мы проанализировали, сгруппировали их по ключевым словам, по категориям, по языкам и, соответственно, имеем уже некую матрицу, в которой существуют эти цены, которые мы просто можем обновлять. Я понял. Мы переходим в Data Lake, выбираем, здесь мы видим, вот как отображаются данные, круги. Круги, это исследуемые объекты, это либо аккаунты, либо посты. Размер круга, площадь круга равна его доле по отношению к остальным, по выбираемому параметру. Я примерно понял, ты и речь тоже понятны. Значит, этот показатель, соответственно, это... Это медийная стоимость, это равно наш термин, как бы название нашего проекта. Кост-пост. Собственно... Ну, скажем так, вот теперь я понял, лучше, чем тогда по Zoom. Вот так, потому что, честно говоря, и я сейчас лучше понимаю, чем тогда по Zoom. Потому что, во-первых, тот Zoom мне дал многое, хотя, может быть, для вас это было непонятно. Когда ты объясняешь, это всегда... Совершенно верно. И когда я слышу правильные вопросы, потом была, была у нас, ну, как это сказать, некая предзащита, все можно сказать. Да, я натравил на ребят моего хорошего друга в Казани, Рому Степанова, программиста, математика. Спасибо огромное. В большом количестве он участвовал, он много что делает, много что умеет. И с большими данными он работал, в общем, с банками и все. Очень крутой дядька. И так как он в Казани был, а я в Москве и лично... Ну, как бы я люблю вот так общаться. Ну, все мы так любим общаться. Я не люблю этот Zoom, я его, честно говоря, просто в гробу уже видел. Вот, поэтому, значит, я решил, что мы пообщаемся в Москве. До этого Рома скажет, ну, не является ли это каким-то фейком. Он мне позвонил и сказал, нет, говорит, это не фейк. Могу сказать, что это не фейк. Поэтому я пригласил. Ну, класс. Ну, и мы после этого поменяли немножко подход и изменили подход к цене. Google – это рыночная цена. И Facebook Ads для Инстаграма – это рыночная. И Twitter Ads – они за столько продаются. Собственно, ну, это самая подходящая цена для того, чтобы определить, скажем так, минимальный порог. Легче всего это посчитать, если есть доступ к YouTube-аналитике канала непосредственно, без личной, без персональных данных, но чтобы вы считаете... Вот у меня он есть или нет? Если вы нам его дадите, он у вас есть. У вас есть кабинет с аналитикой. То есть, вот сейчас... А это делалось без него, да? Нет, это только внешние источники. То есть, мы берем... То есть, если Егор даст тебе мою YouTube-овскую аналитику, там будет куча всего интересного, да? Да. Да, ну, дополнительная информация, в том числе вот и касательно личного бренда. Нужно будет попросить Егора. Очень интересно. Так, выбираем русский язык, отключаем все остальные, нажимаем русский, выбираем осень с 1 сентября по 30 ноября и вуаля! Да, рейтинг российских блогеров, версия CostPost, самый свежий и актуальный рейтинг по четырем показателям. Итак, медиа доход. Топ 25 блогеров нагенерили на 97,7 миллионов долларов. Первое место – Хаймен. Это товарищ, который делает всевозможные опыты. Дима Масленников. Третье место – Дудь. Четвертый – Анатолий Шарий. Ну, и так далее по списку. Посмотрите... О, я думал, это Шнур, а это Шарий, да? Это Шарий, это Шарий. А теперь 25 самых популярных, самых дорогих постов за осень. На первом месте – интервью Навального у Дудя. Ожидаемое, я думаю, достаточно. На втором – менее ожидаемое – Моргенштерн. И на третьем – что было дальше? Это Label.com, Жигурда, Дедища. Что было дальше? Так, мы посмотрели осень. Давайте посмотрим самую дорогую минуту контента у кого. Сначала через призму постов. Топ 3. Ночь на перевале Дятлова. Это тот же Масленников. Экстремальные прятки и прочее. Это развлечение. Тим и Тим Оргенштерн. И вот нашумевший как-то ролик в прессе. Даже меня он зацепил как-то. Я узнал о нем. Один из блогеров сжег свой Мерседес. И вот это самый дорогой результат. К сожалению, так. Давайте посмотрим теперь аккаунты, которые нагенерили больше всего контента за этот период времени. Это в основном телеканалы, собственно. Они научились загружать, но, к сожалению, по качеству еще ни разу не попадать куда-то. И самые вовлекаемые здесь вот новые каналы мы можем видеть. Но все это общий рейтинг по всем категориям. Нас же интересует с вами образование. Так. Потому что... Так. Мы выбираем образование. И давайте посмотрим здесь. Просмотры подписчики. Как стоят дела? Нет. Я начинаю с Костпоста. Это... Костпост медийный доход считается по формуле... Комаровский. Комаровский. Ее нажму. Это охват, тайминг, коэффициент вовлечения и стоимость секунды просмотра. Да. Первое место. ТОП-25. Физика от Побединского. Доктор Комаровский на втором. Но, маткульт, привет. На шестом месте. Да ты что? В образовании, да? Совершенно верно. Да. На шестом месте и номер один среди математических каналов. По суммарному медиа доходу. Вот вы видите. И вы видите, что вы отличаетесь по цвету. Пришло время объяснить, что значит... Но у нас же нет рекламы вклеенной, да? Ну, я думаю, это не главный показатель. Вот вы видите, что вы в категории выше 100%. У вас very good. Это выше 100% вовлечения. Единственное, в принципе... А, ну вот еще кто-то есть. Это у нас индустрия 4.0. Вообще, по категориям... Давайте посты посмотрим. Самые дорогие посты. Ну, вот у нас пушная математика, я вижу, на восьмом месте. И он единственный с вовлечением свыше 100% от аудитории. Единственный за очередь. То есть, что просмотров больше, чем подписчиков, да? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Помню, помню, да. Так, посмотрим по вовлечению. А тут-то сюрприз. То есть, вы чемпион осени среди образовательных каналов по версии Костпост номер один. Видео с пушным по вовлечению среди всех образовательных видео. А что такое вовлечение? Напомню. Это как раз то, что вы сказали. Это уровень вовлечения. Это соотношение просмотров к подписчикам умноженное на 100%. Ну, а ведь есть какие-то мелкие каналы, на которых выпрыгивают какие-то видео там с много-много превосходящим или они как-то здесь отсекаются? Есть же мелкие совсем. Есть такие мелкие каналы, но они не попадают в рейтинг. Мы отбирали в рейтинг каналы, например, математика. То тут мы могли взять и 50 тысяч, потому что не так много. Вот. И я это хочу показать. И мое предложение, собственно, после того, как мы прошлись по, собственно, рейтингу и поняли, как это работает. Давайте посмотрим еще самое, кто больше всего нагенерил контента в Education. Так. Вот мы видим, что… Тоже я есть. Мы есть. Да, вы есть, безусловно. Теперь… А что это за Боб Марли тут вот белый? Это IT-Борода канал. Это… Он рассказывает образование в области IT-технологий, там, программирования, профессии. Ну, на самом деле… О, это Андрюша Павликов. Да? Это Трушин. Это Земсков. Тут все наши люди. Давайте так сделаем. Мы теперь соберем лабораторию для вас. Вот возьмем этот канал. Возьмем вот этот канал. По-моему, это не математика, да, Тимофей Бирьянов? Да. Так, IT-Борода. Нам не нужна маткульт-привет, само собой. Английский язык не нужен. Так, история, экономика. Вот математика и фокусы. Да. А вот маффинг тоже. Маффинг. Где он, кстати, здесь? Он тут ересь, а? Да. Итак, теперь предлагаю дополнить это каналами на английском языке, чтобы просто посмотреть, сравнить, сколько их... Сейчас мы сделаем так. Для этого всего-то нужно вбить ключевое слово. Мафф. Мафф. Ну, мафф, мафф. Я думаю, если математика целиком, ну, мы сразу отсечем. Так, это понятно. Это эти самые, это номерфилы. Это числоматы. Да, это нумерологи. Мы их не будем брать, они нам не интересны. Так, ну, мы... Не-не-не-не-не. Нумерфайл это никакие не нумерологи. Это гениальнейший канал с очень задержательной математикой. Они просто так называются. Ну, да. Все о числах. Ну, давайте мы оставим, выберем. Не-не-не, это очень крутой. Это очень крутой, на самом деле. Ну, если его оставить, он сейчас всех раздавит точно. Ну, ничего страшного. Надо же на кого-то ориентироваться. Вот мы берем... Да-да-да, это очень крутые люди. Вот, смотрите, интересно. Стендап, математический стендап. Я, честно говоря, его видел. И, по-моему, это интересно. Давайте мы его возьмем в исследование. Вот этот канал... С Реблю Ван Браун, это известно тоже очень. Тоже возьмем. Но этот и этот возьмем. И здесь явно математика. Так, вот этот чувак... Сейчас мы посмотрим по хронометражу. Это у нас главный критерий. То есть, сколько нагенерили со словом математика контента. Вот. И мы просто... Вот. Математика в Оксфорде. Добавляем. Еще. Математика. Майкл Пен. Ну, достаточно, я думаю, мы собрали. Все, кто более-менее достойный есть. Теперь мы переходим в лабораторию вашу. Ага. И, пожалуйста, я здесь, чтобы мы не теряли время, уже их объединил заранее по двум юнитам. То есть, у нас добавилась внизу кнопка юнит. И мы можем сравнить. Вот математика по-русски, математика по-английски. Как, собственно, выглядит соотношение по доходу. Конечно, выберем осень, как хотели с самого начала. Выбрали. То есть, мы видим, что математический канал англоязычный генерили в 20 раз больше медиавеселя, чем русскоязычную. Ну, это неудивительно. Ну, и удивительно. Разница в пять раз по сумме дохода. То есть, по стоимости просмотра. Если убрать вот этих самых вот номерфилов и Среблю Ван Браун, то дальше уже, наверное, будет не такая существенная разница. Да, но так мы можем это сделать. Давайте мы прям так и проверим. Вот убираем номерфилов, умираем этих ребят. Среблю Ван Браун, да. И что тогда будет? И мы можем еще даже убрать вот этого стендап математический, потому что он явно тоже вырывается. Вот мы примерно подравнялись. Ну, вот теперь давайте посмотрим. По стоимости минуты, понятно, они будут выше. Но вы выше всех математических русских каналов по всем показателям, кроме фон-метража. То есть, вот вы на пятом месте. Опережаете Оксфордскую математику, несмотря на то, что стоимость просмотра у них пять раз выше. И всех российских. Плюс вот еще один англоязычный. Ну, то есть, достойно. По вовлечению давайте посмотрим. Здесь вы тоже лидируете среди российских, русскоязычных. Ну и, в принципе, достойно выглядите. А вот этот квадрат зачеркнутый, как он называется? Майкл Пен, да? Майкл Пен. Он очень много нагенерил контента. Я, честно говоря, его просмотрел. Не просто так добавил, а он много делает контента. Сейчас посмотрим в постах. Давайте глянем в постах, что у нас в топе. Так. Сейчас найдем. Ну, вот мы видим, что на самом деле хронометражу опережает русский язык. Ну, вот видим. Математика, математика. Так. Это я просто в постах включил. Можно смотреть по постам, можно смотреть по аккаунтам. Вот хронометраж по аккаунту. Он больше всех нагенерил контента, этот Майкл Пен. Один день. Ну, у вас небольшой разрыв тут совсем. Отрыв чуть поменьше. Математика и фокус. Тоже очень любопытный канал, но короткий хронометраж. Так у нас только что он был. Три дня назад, четыре дня назад мы с ним коллабили. Круто. Вообще, я считаю, что вам это обязательно нужно делать. Я вам хотел предложить… У вас есть формат новости. В принципе, вот у вас сейчас есть подборка каналов, которые ежедневно будут обновляться. Вот давайте посмотрим за последнюю неделю. И вы можете, собственно, это же математика. Это, ну, русская, английская для того, чтобы искать инфоповоды. Может быть, где-то там друг друга продвигать, потому что… О, я понял. Англоязычные ребята, они… Ну, вот, пост нажимаете, и у вас все последние посты за неделю свежие. И сразу они же отритингованы по любому показателю. Вы можете найти самые хайповые, что зашло. И это как раз интересно, наверное, будет для, ну, как бы, новостей и для того, чтобы выбирать коллаборации. Я посмотрел, как устроено у… Как раз у них… Они друг на друга ссылаются. Они друг друга всегда пиарят, а не сообщество. Потому что так только генерится, ну, собственно, больше аудитория. Но растет русскоязычная аудитория, по-моему, повыше. Сейчас посмотрим по ER, по вовлечению. Так. А, ну, период сейчас очень только возьмем. Самый важный, наверное, показатель качественный с точки зрения роста. Ну, здесь… Так, средним уступает, да? Математика. Математика даже… Так. А если по каналам? Ну, примерно… Примерно равная ситуация. По хронометражу опережают. Так. Ну, собственно, мы здесь посмотрели. Вот готовые исследования в ваш аккаунт. Я еще добавил. Но интересное наблюдение, которое я бы хотел добавить… Я сейчас переключусь быстро, чтобы это сократить нам трудозатраты. Сразу в ваш кабинет перейду. Я вам добавил, ради любопытства, а потом мне стало, в принципе, интересно сейчас, как вы на это отреагируете, я добавил YouTube-каналы всех ведущих, самых распиаренных англоязычных вузов мира. Кембридж, Оксфорд… Вот, семь их здесь у нас. Кембридж, Оксфорд, Харвард, Стэнфорд, Колумбийский университет, Калтедж и Йель. И вот сколько… Как они выглядят с точки зрения… Вот даже осенью мы тоже возьмем. Я вас, думаю, что удивлю. Потому что пять блогеров русскоязычных математиков генерят больше контента в пять раз, чем все эти университеты вместе взятые. Вы понимаете, что, когда я говорю, вы первопроходцы, вы начинаете что-то… Вы говорили о том, что вы готовы стать министром образования. Я думаю, что вам сейчас никто не нужен. Для этого у вас есть YouTube. И, ну, собственно, вот как раз объединяясь в группы по интересам, создавая эти каналы, можно создать новое образование. И вы видите, насколько вы их опережаете. А посмотрите по количеству контента генерированного. Это же не халатности. Это не халатность. Потому что вы сейчас увидите. Вы видите, они больше всех контента генерят. Они больше, чем англоязычные и русскоязычные генерят. На четыре дня. А у вас тут на три идеи. То есть, практически на сутки больше. При этом, они уступают вам по всем показателям. Вот посмотрите по хронометражу и как это выглядит. И они будут сейчас догонять, я думаю. Вот. Собственно, это, наверное, основная часть. И есть еще дополнительные, которые мы разобрали. Ваш ролик с пушным. На то, чей вклад больше и сколько собралась энергия. Кстати, мы подошли уже к Роме и расчету эффективности. Благодаря тому, что мы посчитали, собственно, вот этот показатель cost-post, который определяет медийную стоимость. Мы можем посчитать нашу версию Роме медийного охвата. Роме еще раз. Это эффективность маркетинговых инвестиций, скажем так. То есть, ценность cost-post это то, что, собственно, генерированно намайнено, как мы выяснили. Вот, ну, майнинг мне нравится эта формулировка. Она немного затерта уже, можно сказать, битками. Ну, битками, да. Битками, да. Битками, да. Битками, да. По системе ваш аккаунт. Вот. Я нашел всего две точки монетизации у вас. А, Патреон, конечно. Это донаты, Патреон и Саватей и Фуск, где, собственно, непосредственно книгу можно, я так понимаю, приобрести. Ну, только бесплатно. А, так она еще бесплатна. Да, вот вы вообще, вы просто находка для... Ребята. На сайте можно в двух видах скачать бесплатно книгу. Также она продается в магазинах, конечно. Также ее можно у меня приобрести с подписью. Но, вообще-то, она лежит бесплатно, совершенно спокойно, у меня на сайте в интернете. Не где-то у пиратов, а лично в мире. Это широты вашей души, то, что вы отдаете это бесплатно. А по сути... Я, кстати, пользуясь случаем, хочу огромное спасибо сказать под патроном нашим, потому что их много и это очень такая... Но мне кажется, что вот это вот идеальная монетизация. То есть, когда человек увидел то, что ему нравится, то, что его не манает рекламой в процессе, да, просмотра, и лично от всей души помог, подписавшись на Патреон. Вот это такая... Это то вот, как мой идеальный мир, вот, да, моя идеальная монархия, да, устроена вот так. То есть, человеку не впаривает то, что ему не нужно. А все к этому идет. Все к этому идет. И просто смелые люди, вот, ну, начинают... Ну, я смотрю на массу блогеров. Те блогеры, которые... У нас, конечно, вот точка, да. Патреон – это наша точка, да. Ставят на контент в Ютубе, который тратит на это большое количество времени, то у всех у них есть либо, собственно, возможность спонсорства в Ютубе каналов, когда я могу подписаться на интересующий меня контент. Ну, вот делает, допустим, Артемий Лебедев. Я смотрю все его выпуски. И к нему можно противоречиво относиться, но мне подача нравится. Я, как бы, я отключил из себя все новости, все новостные ленты. Я пропускаю через все новости. Вроде бы... Он клевый, он клевый. Да, так весело. С матерком, да. Двух, может быть, на контрасте разных людей. То есть, ну, и я понимаю, что я, собственно, начинаю уже чувствовать себя немного паразитом. Потому что он генерит этот контент, я его жду, я его слушаю. Но при этом я никак не возвращаю ему ничем, кроме там вот лайков. И я клянусь, после этого я стал ставить лайки тем видео, которые смотрю, потому что я понимаю, что это ценность. И я должен ее, собственно, как минимум этим будет гореть. Я подписываюсь на, собственно, спонсорство канала. Плачу там, я не знаю, 100 рублей, 90 в 9 рублей в месяц. Ну, вот это и есть. Это то, что мы делаем. Да, да. И это правильно. И это правильная история. И все к этому идет. И, соответственно, эта точка монетизации непосредственно ROI и будет рассчитываться уже. В нашем случае… В нашем случае… РОМИ это доход, когда мы считаем. Вот это здесь есть противоречие. Нет, в нашем случае… РОМИ сейчас… РОМИ иммунитизация или РОМИ иммунитизация? РОМИ это кост-пост в виде дохода, медийный наш. Минус расходы, которые на производство, собственно, ролика. Ну, допустим, возьмем, скажем, минута контента у нас обходится в 10 долларов условных, да? Ну, допустим, да. Делим на 10, да? Да, 10. И умножаем на 100. Вот. То в ROI мы будем уже считать. То есть это РОМИ, что ли? Вот это РОМИ? Это РОМИ. А, то есть формула одинаковая и для этого нет? И это как раз РОМИ, а ROI… Вот это РОМИ. Здесь мы определили эффективность маркетинговых инвестиций. То есть насколько мы в плюс работаем с точки зрения кост-поста. Мы вложили 10 долларов в виде своего времени либо денег непосредственных и сгенерили на 12 тысяч в случае с пушным 13 тысяч долларов контента. Ну, то есть сумасшедший РОМИ на вашем случае. Понимаю, что вы не затрачиваете для этого. Кроме… Вот и здесь как раз можно найти ценность бренда. Вот отчасти и здесь я планирую искать эту историю. Потому что… То есть на самом деле по-хорошему здесь бы вычленить… Ну, как бы если бы Пушной был не таким хорошим парнем, он бы сказал, слушайте, вот в этой формуле на самом деле 80% это моя популярность. Ну… Вот это вот, да. Это должно быть больше, потому что здесь еще вложена моя популярность. И Тёма бы сказал то же самое. Ну, можно так. Ну, если бы мы не были хорошими все людьми, то люди бы начали вот так, да, говорить? Но, с другой стороны, и Пушной, и Пушной, и Лебедев в вашем лице получили, аудиторию тоже. А то, что… Это на самом деле вин-вин. Что… Это вин-вин, в общем-то, да? Ну, да. В каком-то смысле. Работа работой, а люди людьми. Совершенно верно. Это однозначно. Ну, и соответственно… Вот он РОМИ здесь, да, виден… Ну, это я заложил 10 долларов из учета того, что 10 долларов на минуту контента, у вас 4,7 тысячи, да. А вот РОИ, на мой взгляд, должны считаться уже непосредственно… Пост, да… Ага… Где мы кост-пост берем не как доход в случае с РОМИ, а как расход. То есть, мы берем доход непосредственно выручку, которую вы получили от Патреона, допустим… Патреон… Да, 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 да. Да, минус… Минус. Кост-пост… А, все, понял. Следующий шаг. Кост-пост… А здесь не будет видно. Ну, неважно. КП, да. Делить на КП? Делить на КП – это слово. Нет? Не просто КП, потому что… Ага… А непосредственно КП с офферами. То есть, где есть оффер. Где есть вот на собственном приглашении принять участие в Патреоне, либо купить книгу, либо купить что-то, что рекламируется в случае с рекламой у вас стул и… И… Да, понял. Но, все-таки, у нас сейчас… Егор аккуратно следит, чтобы в каждом ролике в конце был оффер сдать Патреона. Ну, опять-таки, оффер. Ну, иногда я не замечаю все равно… Вот посчитать пост-пост оффера Патреона будет 0,1, потому что в вашем случае у вас он просто ссылкой в конце. Вы ни в одном ролике об этом не говорите. А если бы вы уделили 10-15 секунд теме, вот я, пожалуй, уделю, ввиду природной скромности, относительно особенный денег нашего автора, уделю этому внимание. И сейчас скажу, что, ребята, мы рассказали о том, как правильно и как сейчас, с точки зрения морально-этических, на мой взгляд, норм, правильно поддерживать тех, чей контент вы потребляете, чтобы не быть поразительными. Заходите вниз, вот вниз, здесь под ссылочкой будет Патреон, подписывайтесь, и давайте быть благодарными, и помогать поддерживать не только словами, но и делом. Вот это, то, что я сейчас сказал, заняло 10 секунд. Вот это cost-post этих десяти секунд в офере. Это какая-то такая, знаешь, рекуррентная штука, да? То есть, ты объясняю формулу, заодно и сам поучаствовал в ней. Да, ясно. В этом-то и самый кайф всех этих процессов, потому что мы сейчас с вами вот это все создаем. А, нет, вот это вот физическая трата наших усилий и что мы получили, а это что мы получили и то, что выход идет. Совершенно верно. И здесь мы на cp-offer опять это делим, умножаем, с этой стороны умножаем на 100 и получаем ROI. Для этого сейчас, собственно, непосредственно в системе требуется внести вам показатели по расходам и показатели по доходам и система просчитает всю вашу эффективность. Соответственно, и по всем этим показателям… Это cpm забыл, что это? Это стоимость за минуту. А, вот это cps. Ну, это cps. Ну, за секунду неважно, да? Это cps стоимость за секунду – это за минуту вашего контента. То есть, если я к вам прихожу вот минут… Минут 60 умнож на этот, да? Объективно сейчас мы болтаем минут 20. У вас минута стоит… Так, давайте мы посмотрим непосредственно вот здесь. Сейчас эту минуту… Так. 60 долларов. Давайте посмотрим. Вот, допустим, с лебедем – это 972 доллара. Если бы к вам я пришел, и вы работали… Ну, либо пришел к вам, скажем… И Тёма бы с меня вот это за минуту… Не Тёма, не Тёма, а тот, кого вы интегрировали. Вот, допустим, мы сейчас говорим про Патреон. А, нет, в этом случае наоборот, да? Это… Я понял. Минуту уделили вот Патреону, то, объективно, вот 972 ценности. Либо к вам пришел спонсор и сказал, я хочу минутную интеграцию, но в следующем ролике позовете… Я не знаю… Шевчука. Шевчука. Макаревича. Вот. И к вам придет командатель и скажет, я хочу трехминутную интеграцию с Макаревичем, собственно, в мою гитару продать. Ну, то есть, покажите. Ты говоришь, окей, ребят, сейчас посмотрим. А вот ты туда и показываешь, да? 972 доллара минута стоит у меня интеграция. Ну, плюс коэффициент. Вообще, рыночные стоимости, если он хочет прийти и прорекламировать рекламу, дать рекламу своей гитары через Google Ads, вот такой потенциальный охват он получит, потратив такую сумму. Но он получит непонятно кого, непонятно кого. В вашем случае он получит вашу аудиторию за эти деньги, которые, ну, как мне кажется, достаточно грамотные, умные. И судя по количеству просмотров видео с гитарой, которая собирает там сотни тысяч просмотров, потенциал у этого продаж, вот достаточно высокий шанс продать гитару вместе с Пушным или с Макаревичем, гораздо выше. Соответственно, и ценник может подняться. Вот в случае, когда к вам приходят и говорят, мы хотим рекламу, вот, а вот цена вашей рекламы за минуту. Это минимальный порог. Минимальный. Прекрасно. Но при этом, когда они узнают, что реклама будет отдельным роликом, они пригорюлются. То есть, у нас все время идет некоторая такая вот внутренняя, ну, не то что борьба, нет, я бы не называл это борьбой, но все время идет обсуждение, что вот можно ли, можно ли, значит, в какие ролики что-то можно вставлять, в какие вообще нельзя. Ну, вот там, я стою горой за математический ролик, в них ничего нельзя вставлять. Но в них они не просят, да, они просят вставлять вот ролики с известными людьми. Ну, все верно. В общем, математика высокая вещь, как я могу взять внутрь математики и встроить вот это. Интегрировать. Вот для этого и появляется слово рекламной интеграции, когда через математику донести что-то интересное. Но здесь вы правы с точки зрения того, что… Нет, отдельный ролик, пожалуйста, это же очень интересно, много чего интересного происходит, я с удовольствием это рекламирую. Ну, это… Как бы именно отдельным роликом. Достойная уважения позиция, а она спорная. Ну, как, YouTube, конечно, ее не любят, я понимаю, ему хочется, чтобы впаривали. Вот, YouTube же не просто дает всем бесплатно площадку, они же не альтруисты, они зарабатывают еще, у них есть… Во-первых… Они, кстати, ненавидят нас за это, что мы рекламу не вставляем в ролики, я знаю. Ну, собственно, может быть, не нашлось достойных еще. Вот мы-то отчасти можно тоже всегда назвать рекламой. Я за рекламу такую, честную, когда я говорю, мне нравятся мужики, я сейчас рекламирую. А иногда я вообще говорю, ну, я вообще всегда честно говорю, да, у нас был рекламный ролик, которым я просто честно сказал, кухня на районе… Я видел этот ролик… Нам просто сумасило денег, да? Честный к зрителям, но не очень честный к рекламодателям получился, потому что все-таки результаты… Ну… Честный рекламный ролик, вот он. Вот, пожалуйста, да. 123 доллара всего. ИСПМ… Ну, он короткий, но… Там было 900, да, здесь 123. То есть, за пушного они вот 8 раз больше… Нет, там было 900, здесь 52. Минута 52 доллара. 20 раз. Да. Да, все понятно, да. Ну, здесь я не соглашусь с вами, потому что аудитория у Ютуба… Костпостер совершенно другие, да, другие… Да, и что, все это просчитано, да, у нас вообще? Ну, конечно. Отлично. Ну, это… Это же наш, собственно, встречный Алаверды. Да, да, да. Это доступ у вас есть, вы можете смотреть, анализировать и пробовать. Да, 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 да. У меня в идеале, что вот такие люди просто идут в Patreon, а мы делаем хороший и непрерывающийся контент. Вопрос, мне кажется… Да, нет, здесь идет там некий постоянный спор, где можно, где нельзя. За математически я стою горой, потому что математика – это математика, она не должна прерываться. А, значит, за всякую вот такую вот, ну, скажем так, билетристику, да, за коллабы… Ну, пока мы не вставляем. Мы как-то думаем, что наши… наши… наши вот преданные нам люди, мы не хотим их предавать, вот, тех патроны, которые вот у нас есть, что мы не хотим их предавать. А здесь вопрос-то по-другому. Может… Нет, но эти цифры сами по себе чрезвычайно интересны. То есть я вот как бы сказал бы так, что независимо от того, захотим ли мы их переводить в реальные доллары, да, эти цифры чрезвычайно интересны. Еще я хотел вам показать одну из возможностей тоже по анализу. Например, почему не зря я говорил про новости? Например, вот мы вбиваем слово «новости», выбираем ваш… так… так, мы все не выбираем, мы выбираем непосредственно ваш канал, и сохраняем топ-10 постов со словом «новости». Вот шесть у нас видео было, да, со словом «новости». А теперь, например, что у вас еще есть с тематикой? Например, есть, интересно, когда… Вы участвуют, когда вы с сыном, например, сейчас должно топ-10… Еще будут поющие Саватеевы с этим самым, с Алексеем Владимировичем Саватеевым, полным моим тезкой. – Да, я смотрел, я смотрел, но там нет математики, там нет математики, нужно математика. Это важно. Вот то, чтобы просто попеть… Я это видео от начала до конца посмотрел, как только вышло по упоминанию, но я не дождался там математики. Так, ну и вот давайте теперь мы смотрим по юнитам. И мы видим, что у нас, так, пять постов, здесь в «новостях» шесть постов, но по медиавесу, вы видите, да, насколько эти ролики больше заходят, когда фигурируют Саватеевы. Соответственно, тоже возможность тестировать формат и их сразу оценивать. Не обязательно свои, но и у других. Например, мы можем взять слово «music» и посмотреть, может быть, кто-то из англоязычных. Ребят, что-то интересное делал. Или гитару надо было тоже. Ну, можно потом и гитару попробовать. Так, мы возьмем всех, и возьмем только десять постов со словом «музыка». Можно сто постов, можно вообще все, я просто сейчас… И посмотрим, что там у нас есть. Ну, это стендап, который тоже любопытно потом будет глянуть. Так, прилетел. Так, ну вот посты с упоминанием музыки. Ну, надо вникать… А, гитарист – это наш парень. То есть достаточно много и с большим медиавесом. То есть мы с музыкальной тематикой видео набирали. Можно что-то подчеркнуть, я уверен. И как раз проэкспериментировать на аудитории. Давайте попробуем вбить и найти, как бы по ключевому слову, гитарист, гитарист. С кем бы было интересно проверить эту гипотезу. Но результаты, по крайней мере, по этим двум постам действительно феноменальны. Так, сейчас мы возьмем побольше штук 100. И период, конечно же, надо взять, допустим, 20-й год, чтобы получить данные по гитаристам. Где у нас фигурировали гитаристы. Ну, здесь вот, по-моему, это топчик. Это… так мы его просто сейчас в кабинет добавим, чтобы в лаборатории уже на него посмотреть. Парень, который делает так… Пранкер. Гитарист притворяется новичком. Я даже встречал, не раз его встречал в интернете. Но у него клевые заходы. Но, по-моему, проблемы как раз с развитием, с темами. Потому что я из 15-20 его роликов сейчас увидел три темы. Почему бы не предложить молодому человеку коллаборацию и проверить математическую гипотезу? И в то же время найти, может быть, новый формат. У нас он подтвержден двумя роликами у вас. Ну, в вашем авторстве. И было бы очень здорово посмотреть. Есть. И давайте еще пленим слово «гитара». Как у нас? На кого среагирует? Так. Ну, это у нас период… Локомотив! Ну, Локомотив и НТВ. Это просто за неделю он в первую партию. Так. Ну, вот еще и Семен Слепаков. Вот, я уверен, ему точно не чуждо музыка и математика. Это песня «Коронавирус, отъебись». Это песня «Коронавирус, странавирус, отъебись». Я знаю. Да. Она в топе. И погоду. Он в Яре в топе с этой песней. У него единственный пост. Я думаю, срочно надо доснять в этом году успеть еще один пост про математику и гитару вместе с Алексеем Саватеевым. В этом кранты, но в следующем мы должны реально на него выйти, да. Слепаков это очень круто. Я предлагаю сейчас прямо в ролике об этом сказать и предложить, что наверняка у вас есть общие подписчики. Я тоже надеюсь. Давайте мы их попросим, чтобы они написали Слепакову в комментариях о том, что вот у нас есть гипотеза, что гитара и музыка дают безумную синергию в Ютубе. Мы хотим ее проверить. Ну, просто попросим рассказать ему об этом. Скинуть ссылку на этот ролик вот сейчас. И вдруг получится. Это предложение не просто поучаствовать в коллаборации, но поучаствовать в научном эксперименте. Да. То есть мы предлагаем ребятам, вот, товарищу из Акстар и товарищи подписчики, кто, если вдруг подписан на этого парня или, я уверен, кто подписан на Семена Слепакова, расскажите им о нашей гипотезе и нашей эксперименте. Абаканале Матпульт, привет. Саватан, Саватан приглашает вас с обоих, друзья. И Акстара приглашаю лично. Хотя я до сих пор не обращал внимания, но судя по вот этим показателям, да, это круто. Эксперимент будет интересный. А у Слепакова, конечно, там было же еще это. Каждый, каждый, сейчас каждый понедельник я в говно, каждый вторник я в говно. Я не помню точно, но, в общем, короче, за Слепаковым мы следим внимательно, да. Там шедевр на шедевре. И я уверен, что, Семен… Да, была бы крутая коллаборация. Саватан плюс Слепаков – это да. В общем, я, да, Семен, я приглашаю тебя, вот прямо сейчас тебя приглашаю. И тебя, я не знаю, как Акстара зовут, ну, как бы, как вот в личке зовут, но тоже зовут на коллаборацию, и заодно это научный эксперимент. Так что, друзья, пишите наши куда-нибудь, ну, куда угодно, там, в комментарии YouTube или в инсту, может мне просто на хиби, на mail.ru. Вот. Вот так. Приглашаю. И кто-то из подписчиков может выйти на контакт, просто договориться, если кто, ну, там, просто достаточно, скажем, если кто-то из подписчиков сейчас скажет, что он за это возьмется, да, и потом напишет мне лично уже, Алексей, вот эти там оба или кто-то из них не против, дальше мы уже сами с ними, да, то есть только после дадут контакт и все, мы выйдем на… То есть тут сводническую функцию надо выполнить. Так. Ну, вот так. Он у вас теперь есть в кабинете, так что вы можете подробнее посмотреть. Ну, действительно, это может быть… Все говорит о том, что это тема взрывная, она бомбическая. И я уверен, что это гитара именно, а не просто музыка, потому что я сам, как завороженный, смотрел оба эти ролика, ну, вот от начала до конца, потому что я играю на гитаре, потому что мне было вот это все так интересно. И вам, конечно, нужно подумать, как можно эту тему еще развить, что интересно из этого взять. Хотелось бы в конце сказать то, что мы все-таки объявляем там определенный набор юнитов для тестирования своей подписки. И хочу сказать, что вот здесь, собственно, монетизация обязательно будет, потому что подписки платные. И мы, собственно, вот как раз хотим показать и рассчитать в Костпосте, как это может работать, собственно, с реальной инициацией и с реальными деньгами. И вывести реальные рои. И представить, я надеюсь, если соберется необходимое число лайков… Я не смотрел на них. Давайте посмотрим. Одиннадцать тысяч. Ну, давайте наберем десять тысяч лайков все вместе и выпустим потом, собственно, ролик, где расскажем, как вот это все закончено было. Как заработалось и привело к реальным деньгам. А, отлично. К реальным доходам. И все это разберемся шаг за шагом. Я надеюсь. Но все зависит от зрителей, от ваших подписчиков. Если им это будет интересно, и они проголосуют лайками и дизлайками, потому что мы считаем их как одинаковую единицу, а мы давайте снимем. И давайте расскажем, как мы прошли совместно этот путь от обсуждения виртуальных денег в виде Костпоста до, собственно, зарабатывания этих денег, не нарушая морально-этические нормы и правила, собственно, публикации контента вашего. Скажи еще раз точные условия, если мы делаем конкурс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok